Удручайшая картина в селах Республики Молдова. Школы закрываются одна за другой. С 1 сентября еще 11 учебных заведений в Бричанском районе больше не откроют свои двери для учащихся, поскольку они будут объединены путем поглощения другими учреждениями. Решение было принято голосами большинства советников-социалистов. Согласно документу, поглощению подлежат гимназии детский сад в Криве, гимназии в населенных пунктах Котяла, Медвежа, Глина, Багденешты, Меркауцы, Белявинцы, Берлинцы, Слобазия, Шеруц, Перерыта и начальная школа в Бульбуаке. Сотрудники поглощаемых учреждений будут переведены в поглощающие учреждения, а в случае невозможности такого перевода увольнение будет осуществлено в соответствии с трудовым законодательством, говорится в документе. В решении также указано, что все расходы, связанные с реорганизацией учреждений, будут осуществляться за счет средств бюджета расформированных учреждений на текущий год в пределах их финансовых возможностей, а также из других доступных источников. Слияние школ в Бричанском районе дополняет список тех, что уже попали под проект реорганизации. Последними были закрыты три гимназии и два детских сада в Санжирейском районе. Помимо гимназии, Министерство образования закрывает колледжи, профессиональные училища и университеты. Проект ведомства, который должен быть представлен на общественной консультации, предусматривает реорганизацию многих технических учебных заведений и их слияние с определенными колледжами страны. Речь идет о шести профтехучилищах и двух колледжах. До окончания обучения студенты будут посещать занятия в существующих заведениях, а преподаватели, которые останутся без работы, получат пособия. С начала прошлого года Министерство образования также реорганизовало несколько вузов, хотя реформа и вызвала недовольство и протесты ректоров. Еще один план ведомства – перевести детей из средних школ, числом учащихся менее 50 человек, в 35 типовых школ, которые планируется создать. Согласно законопроекту, Министерство образования будет предлагать по одной тысяче леев на ученика тем родителям, которые согласятся перевести своих детей в более крупные школы. Чёрные плакаты и чёрные воздушные шары с указанными на них статьями Конституции Молдовы, которые не соблюдаются. Представители и сторонники Блока Победа провели флешмоб у здания парламента против узурпации власти и нарушений Конституции. Манифестация прошла перед началом торжественного заседания, приуроченного к 30-летию со дня принятия Конституции. По мнению манифестантов, с приходом к власти президента Майи Санду и парламентского большинства партии «Действия и солидарность», основной закон страны постоянно нарушается. Эту Конституцию извратили, нарушают очень много статей Конституции, которые за последние три года с помощью или с молчаливого согласия Конституционного суда постоянно нарушают наши органы власти. У нас не осталось разделения властей. У нас всё подчинено одной силе во главе с Майей Санду. И, конечно, мы гордимся тем, что у нас есть на сегодняшний день Конституция. Мы будем бороться, чтобы в неё не вносили антидемократические изменения. Ровно 30 лет назад у нас была Конституция, в которой был болтавский язык государственный. У нас была Конституция, в которой был русский язык языком межнационального общения. У нас была Конституция, где были граждане все равны, вне зависимости от их политической точки зрения. Сегодня должны были праздновать. Сегодня мы должны были радоваться, что мы 30 лет прожили счастливую жизнь по нашей Конституции. Но, к сожалению, вышло так, что за последние три года в нашу Конституцию, которую мы приняли, которую должны были чтить, вытирает ноги партия ПАС. Нарушает её, меняет в парламенте простым большинством, что вообще запрещено. Забывает о нейтралитете, убрали волгарский язык, убрали русский язык. Нарушает, арестовывает людей просто так, несмотря на их просто, из-за их политических взглядов. Мы, депутаты Блока Победы, ежедневно, постоянно наблюдаем нарушения Конституции. И сегодня молодёжь и люди разных возрастов пришли к парламенту, чтобы продемонстрировать, сколько статей Конституции уже нарушено. И после всего этого партия ПДС, депутаты от её фракции и гости, которые сегодня приходят в парламент, хотят провести торжественное заседание по случаю Дня Конституции и показать всему миру, что у нас всё хорошо. Как это хорошо, если у нас больше нет языка, у нас больше нет суверенитета, у нас больше нет нейтралитета? Депутат парламентской группы Победы Александр Суходольский и лидер партии Шанс Алексей Лунгу считают, что находящийся у власти ПДС своими действиями пытается расшатать государственность Молдовы. Они призвали граждан этому противостоять. Конституция – это как фундамент у дома, на котором держатся стены и всё остальное. Но что делает нынешний режим во главе с Майя Санду и её придворными лакеями, сидящими в парламенте депутатами от ПАС? Они делают всё, чтобы разобрать этот фундамент. Десятки статей Конституции нарушаются изо дня в день. Начиная от свободы слова, демократии, плюрализма мнений, свободы передвижения граждан Республики Молдова на право выезжать и въезжать в страну. Мы вместе с вами всё это исправим. Мы отмечаем день национального траура. Национальный траур, который означает издевательство над страной, издевательство над народом, издевательство над Конституцией. 30 лет назад наши предшественники боролись за основы Республики Молдова, государства которого сегодня больше не существует. Сегодня мы обязаны, каждый из нас, от мала до велика, от молодёжи до людей более старшего поколения, продолжить борьбу за демократию в Республике Молдова. Сегодня мы единственные, кто защищает Конституцию. Сегодня мы единственная политическая оппозиционная сила, борющаяся за эту страну. Участники манифестации запустили в воздух воздушные шары, на которых указаны нарушения статей Конституции, допущенные при власти партии Действия и Солидарность. В пресс-службе парламентской фракции ПДС и в пресс-службе администрации президента Пятому каналу сообщили, что не комментируют обвинения, высказанные в ходе манифестации. В пресс-службе Конституционного суда нашему телеканалу пообещали предоставить реакцию по этой теме позже. Новое судебное заседание по делу Башкана Гагаузии Евгению Гуцул и активистки Светланы Попан перенесено на среду. На этот раз свидетель от антикоррупционной прокуратуры и адвокат не явились на судебное заседание столичного Буюканского суда. Башкан Евгению Гуцул сказала, что не ожидала, что слушания будут такими быстрыми. Пять минут и оно закончилось. Но на сегодняшний день ситуация такая. Сегодня не явилась свидетельница со стороны прокуроров антикоррупции. То есть уже понятно, что мы не могли дальше продолжать судебное заседание. И уже послезавтра очередное заседание. И также утвердили график до декабря месяца. Практически через 2-3 дня заседание. Адвокат Вадим Бонару утверждает, что Евгении Гуцул и Светлане Попан предъявляются необоснованные обвинения. Такие ситуации случаются часто. И это в очередной раз доказывает, что это дело имеет политический подтекст и оказывается давление, чтобы вынести приговор по делу Башкана. Но мы продолжим бороться и докажем, что она невиновна в том, в чем ее обвиняют. И на этот раз возле здания суда прошел митинг сторонников Башкана и активистов блока «Победа». «Победа! Победа!» Я считаю, что это вообще неправильно. И то, что заседания так часто проходят. Это, конечно, я считаю, что полная дискриминация гагаузского народа. И так не может продолжаться. Поэтому нам нужно что-то менять в этой стране. Давайте я призываю всех, чтобы вышли 20-го числа на выборы. И чтобы проголосовали все правильно. Я поддерживаю, чтобы была справедливость в гагаузе, чтобы людей считали за людьми. В поддержку Гуцул выступили и депутаты парламента, и члены блока «Победа». Сегодня 30-летие принятия Конституции Республики Молдова. Но, вы знаете, эта дата не радует нас, потому что практически 4 года из этих 30-ти мы живем в режиме нарушения Конституции нашей страны. Мы понимаем, почему именно сегодня Евгения Гуцул имеет уголовное дело. Мы понимаем, что Светлану Папан точно так же привлекли, чтобы Евгения Александровна чувствовала себя одинокой. Чтобы было это в групповом составе. Мы понимаем, что все эти оговоры закончатся. Не сегодня, а завтра закончатся. Потому что все имеет начало и все имеет конец. Мы знаем, что ни Евгения Александровна, ни Светлана не крали, не брали, не нарушали ни одну статью нашего уголовного кодекса. Победа будет за нами, потому что мы боремся за демократию. Мы боремся за истинные демократические ценности. Вы все видели, что происходило в последние годы в Молдове. Мы стали не только самой бедной страной в Европе, но и позором всего демократического мира. Башкан поблагодарила всех за поддержку. Спасибо, что пришли. У нас есть очень много дел. Гагаузия ждет. Страна ждет. Победа ждет. Напомним, что в середине апреля было передано в суд уголовное дело в отношении Башкана Гагаузии и секретаря центрального офиса партии Шор, объявленной незаконной. Обе обвиняются в сознательном получении денег для финансирования избирательного конкурента и политической партии со стороны организованной преступной группы. Обе отвергают обвинения и квалифицируют это дело как политическое давление властей. Библиотеки в Молдове закрываются одна за другой. Об этом свидетельствуют данные централизованного статистического отчета о деятельности этих публичных учреждений. Согласно представленным цифрам, с 2010 по 2022 годы в Кагульском районе, например, прекратили свою деятельность 8 читальных залов. Во Флорештах 6, в Фалештах 5. Библиотека в селе ФГД у Фалештского района пока работает, но посетители тут мало, рассказывает библиотекарь. Юлиотинку считает, что одной из причин этого является непривлекательное здание и устаревший книжный фонд, состоящий из 3800 единиц, более половины из которых относятся к советскому периоду. Они старые, очень старые. И большинство книг на русском языке, да, но очень старые. Бывает, что ими все еще интересуются. Редко. Сейчас легче найти все в интернете. Порог библиотеки стали переступать еще реже после закрытия сельской школы, делится Юлия. А также потому, что помещение старое и не ремонтировалось уже долгие годы. Что касается книжного фонда и помощи местных властей, то, по словам Юлии Тинку, в этом году премырия выделила 25 леев, на которые были приобретены две книги. Мы позвонили в местную администрацию, чтобы узнать, как еще она помогает развитию библиотеки. Но ни примар, ни пресс-служба не ответили на наши звонки. За последние пять лет около 40 территориальных публичных библиотек закрыли свои двери. Еще около 200 нуждаются в срочном капитальном ремонте. В их числе и библиотеков ФГДУ. Библиотека и сама следит за порядком зданий, за благоустройством. В 2020 году она подала заявку на финансирование в рамках определенного проекта, а на полученные деньги оборудовала комнату компьютером и столом, единственным за которым можно сидеть для чтения в помещении. Мы написали заявку на компьютеры и принтер для детей. Кто-то отказался из учредителей и предложил, если я хочу, столы и стулья. Я согласилась, потому что даже столов у нас не было. Но компьютер у вас только один. Есть еще один ноутбук, но он в Доме культуры, потому что там вообще ничего не было, и я им отдала. Из 500 инфраструктурных проектов, утвержденных в рамках программы «Европейское село», только в трех случаях речь идет о спасении библиотек. Так что сотрудники этих учреждений, как и Юлия, работают скорее на энтузиазме. У меня и мама, и свекровь до сих пор работают в сфере культуры. Руководят Домом культуры и общежитием при культурном центре. Вся жизнь связана с культурой. Тут и работаем. Мне очень нравится работать с детьми, поэтому я решила не сидеть дома и вышла на работу. Чтобы получать хотя бы более-менее достойную зарплату, то Юлии приходится подрабатывать бухгалтером в премырии. По профессии я бухгалтер. Трудно ли совмещать эти две работы? Иногда – да. Когда у нас есть мероприятия – да, немного. Когда нужно что-то подготовить, ведь в бухгалтерии больше работы, чем в библиотеке. Так и совмещаю. Когда – как. До того, как она взяла на себя дополнительные обязанности, Юлии платили две тысячи леев. Такова зарплата библиотекаря. Теперь, поскольку она тратит меньше времени на работу, совмещая ее с другой, она получает в библиотеке лишь тысячу леев. Я же еще работаю в премырии, у меня и там зарплата. А муж работает за границей. Вот так и живем. Я сейчас на полставки. Они сокращают на пять классов, когда есть соответствующее образование. Если есть рабочий стаж, то есть какие-то надбавки к зарплате. Зарплата библиотекарей в Молдове составляет 6-8 тысяч леев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова